Коммунальные квартиры Олег Меншиков Своё коммунальное прошлое артист почти не помнит. Тогда Меншикову было очень мало лет, но это не помешало ему полностью погрузиться в коммунальный быт послевоенных лет. В комедии «Покровские ворота» по пьесе Леонида Зорина. Герои легендарной картины – это представители московской интеллигенции, которые делят не только жилплощадь, но и радости, и горести друг друга, играют свадьбы и спасают товарищей из беды. Следующая – это Алиса Френдлиг, актриса, которой сейчас 82 года. Она жила в огромной коммуналке на 6 семей на Исаакиевской площади Ленинграда. Коммунальная квартира, в которой росла Френдлиг, была основана ещё до войны. Но после эвакуации и блокады от старых жильцов осталось только две семьи. И квартиру заселили новенькие, которые быстро сдружились. В то время актриса вспоминает с теплотой. Соседи вместе отмечали праздники и делились продуктами. Сейчас актриса живёт на знаменитой улице Рубинштейна. Далее – Владимир Путин. Заботились друг о друге и жильцы питерской коммуналки, в которой вырос Владимир Путин. Вместе со своими родителями, заводскими рабочими, будущий политик жил в комнате в 20 метров в Басковом переулке и съехал из коммунальной квартиры, только став сотрудником КГБ. По выходным Путин и всей семьёй ходили мыться в некрасовские бани. В их квартире не было ни ванны, ни даже горячей воды. Олег Басилашвили. Актёр, которому сейчас 82 года. Он вырос в московской коммуналке на Покровке, жизнь в которой, по воспоминаниям артиста, была бедной, но дружной. На всю квартиру жильцы выписывали по одной газете, которую читали по очереди или вслух на кухне. Борис Гребенщиков. Музыкант. Ему сейчас 63 года. Сам основатель аквариума родился в собственной квартире на Алтайской улице в Петербурге, в небедной семье. Отец музыканта трудился директором опытного завода Балтийского пароходства, а мама – юрисконсультом в Ленинградском доме моделей. А вот вторая жена рокера была родом из богемы, стеснённой в средствах. Художница Людмила Шурыгина работала школьной уборщицей и жила в коммуналке на улице Софьи Перовской, сейчас малая конюшенная. Куда и переехал музыкант. На момент своей второй женитьбы Гребенщиков был уже популярным советским рокером, поэтому лестница у квартиры быстро заполнилась подозрительного вида фанатами, которые расписывали стены парадного, а кто-то даже притащил в подъезд рояль. С тех пор жилищные условия Гребенщикова заметно улучшились. Музыкант живёт в доме помещицы Ольги Кушелёвой в конце Невского. Алла Пугачёва. Певица, 67 лет. В первый раз артистка вышла замуж в 20 лет за циркача Миколаса Арбакаса. И молодоженам выделили комнату в коммуналке на одной лестничной клетке с родителями Аллы Борисовны. Тогда молодая Пугачёва уже начала выступать, но о солидных гонорарах говорить не приходилось, тем более в молодой семье росла дочка Кристина, поэтому супругов нередко подкармливали родители. Иосиф Кобзон. Певец, 79 лет. В детстве Кобзон вместе с матерью, двумя братьями и бабушкой часто переезжал. Перед войной семья переехала во Львов, а в эвакуацию отправились в Узбекистан. День Победы будущий артист встретил в коммуналке в городе Славянск. Кобзон вспоминает, как сквозь тонкие стены квартиры были слышны рыдания семей, получивших очередную похоронку. Но самые громкие крики, возгласы радости, раздались в квартире в день окончания войны. Юрий Никулин. Его не стало в 1997 году. Он был актером и знаменитым клоуном. Когда будущему артисту было 4 года, его семья перебралась в Москву из города Демидова и обосновалась в коммуналке на площади Разгуляй. В это не верили многие коллеги Никулина, но в родной коммуналке он продолжал жить, даже став известным артистом. Там же поселилась и жена Никулина, артистка цирка Татьяна Покровская. Там же появился на свет их первенец Максим. Только в 70-х годах в семье Никулины выделили квартиру на Бронной и тогда же расселили маму Юрия Никулина и его сестру собственной семьей. Борис Моисеев. Певец. Ему 63 года. Моисеев появился на свет в женской колонии. Его мама была политзаключенной, осужденной за высказывания о Сталине. Новость о ее положении стала для надзирателей шоком. И гению Моисееву освободили досрочно, чтобы избежать скандала по поводу того, от кого могла забеременеть зечка в тюрьме. Вместе с сыном женщина вернулась в родной Могилев, коммунальную квартиру. Детство в коммуналке для Моисеева всегда было связано с голодом. Он подворовывал продукты у соседей, стараясь съедать то, за что будут меньше ругать – овощи, вареную курицу, картошку. Михаил Боярский. Актер и музыкант. На данный момент ему 67 лет. Вместе с родителями, актерами Сергеем Боярским и Екатериной Милентьевой, Михаил Сергеевич жил в крошечной комнате на Гончарной улице. Ничего романтического в том периоде Боярский не находит. Зато сейчас актер живет в просторной квартире в легендарном доме на Мойке, который экскурсоводы прозвали «домом Боярского». Кстати, в этом же доме, с видом на музей-квартиру Пушкина, выросла и Ксения Собчак. Первый мэр Петербурга Анатолий Собчак и Людмила Нарусова переехали в бывшую коммуналку, когда Ксении было 9 лет, и превратили квартиру в произведение искусства с антикварной мебелью. Людмила Нарусова, кстати, до сих пор живет в доме по соседству с Боярскими. Спасибо за просмотр! Ставьте лайк, оставляйте комментарии. Субтитры подогнал «Симон»!